Сказка «Скрипач в аду» Был-жил мужик, у него было три сына. Жил он богато, собрал два котла денег. Один закопал в авине, другой в воротах. Вот помер этот мужик, а про деньги никому не сказал. Однажды был на деревне праздник. Шел скрипач на гулянку. И вдруг провалился сквозь землю. Провалился и попал в ад, прямо в то место, где богатый мужик мучился. «Здравствуй, знакомый», — говорит скрипач, — отвечает ему мужик. «Ты неладно попал сюда, здесь ад, и я в аду сижу». «За что же ты, дядя, сюда угодил?» «За деньги». «Было у меня денег много, ничем не давал, два котла в землю закопал». «Вот сейчас станут меня мучить, палками бить, когтями терзать». «Как же мне-то быть?» «Пожалуй, меня замучают». «А ты пойди и сядь за трубой на печке, да три года не ешь, так уцелишь». Скрипач спрятался за трубой. «Пришли не наши бороды люди, стали богатого мужика бить да приговаривать. Вот тебе, богач, тьму денег накопил, а спрятать не сумел. Туда закопал их, что нам сторожить не в моготу. В воротах бесперечь ездят, лошади нам головы под ковами поразбивали, а в авине цепями нас молотят». «Только ушли не наши люди, мужик и говорит скрипачу». «Если выйдешь отсюда вам, скажи моим детям, чтобы они взяли деньги, один котел в воротах закопан, а другой в авине, и чтобы раздали их на нищие братья». Потом еще набежала целая из бани наших и спрашивают у богатого мужика. «Что это у тебя тут русским духом пахнет?» Мужик говорит. «Это вы по Руси ходили? Русского духу набрались». «Как бы не так!» – кричат они. Стали искать, нашли скрипача и закричали «Ха-ха-ха! Скрипач здесь!» Стащили его с печки и заставили играть на скрипке. «Он три года им играл, а ему за три дня показалось». Утомился совсем и говорит. «Что за диво! Бывало, играл я, так в один вечер все струны взорву, а теперь третий день играю, а они все целы». Только вымолвил, сразу все струны лопнули. «Ну, братцы!» – говорит скрипач. «Сами видите, струны лопнули, не на чем играть». «Постой!» – сказал один нечистый. «У меня есть два бунта струн, я тебе принесу». Сбегал и принес. Скрипач взял струны, натянул, только вымолвил «Господи, благослови!» Оба бунта лопнули. «Нет, братцы, ваши струны мне не годятся. У меня свои дома есть, дайте схожу». Нинаши его не пущают. «Ты уйдешь!» – говорят они. Говорит им скрипач. «Если не верите, то пошлите со мной кого-нибудь в провожатых». Нинаши выбыли одного и послали со скрипачом. Скрипач пришел в деревню. «Слышит!» – в крайней избе свадьбу исправляют. «Пойдем на свадьбу?» – говорит нечистому. «Пойдем!» – обрадовался тот. «Вошли в избу?» Тут все скрипача узнали, спрашивают. «Где это ты, братец, три года пропадал?» «На том свете был». «Посидели, погуляли!» Нинаши зовет скрипача. «Пора идти!» А тот отвечает. «Погоди еще немножко! Дай мне на скрипке поиграть, молодых повеселить!» До тех пор просидели, пока петухи запели. «Тут не наш пропал!» А скрипач говорит сыновьям богатого мужика. «Ваш батюшка приказал вам взять деньги. Один котел у ворот закопан, а другой во вине. И велел все эти деньги нищим раздать. Вот откопали оба котла, Стали раздавать деньги по нищей братии. Чем больше их раздают, тем больше их прибавляется. Вывезли эти котлы на перекресток. Кто не едет мимо, всякий берет оттуда. Сколько рукой захватит, а деньги все не сбывают. Подали челобитную государю. Куда деньги девать?» Царь тогда приказал. «В некотором городе дорога есть в объезд. Да к верст пятьдесят будет. А если прямо проложить, то всего пять верст. Приказываю выстроить прямоезжий мост». Вот и выстроили мост в пять верст. И на то дело оба котла порожнили. В те времена некая девица сына родила и покинула его с маловедства. Этот младенец три года не ел, не пил, а с ним все это время божий ангел ходил. Пришел этот младенец как-то на мост и говорит, «Ах, какой славный мост! Дай Бог того царства небесное, на чьи деньги его построили!» Ангел, что с ним был, быстро про это прошение Господу рассказал. Услышав эту молитву, Господь и велел своим ангелам выпустить богатого мужика из аду кромешного. Поехали.